Безумие от Адая Мэл Гибсон и Шон Пен играют в слова. В российский прокат вышел фильм «Игры разумов», который в оригинале называется «Профессор и безумец». Не стоит спешить с укорами в адрес локализаторов, потому что главный герой здесь, как и в знаменитой биографической драме «Игры разума» с Расселом Кроу, страдает шизофренией. Идет суд над бывшим военным хирургом Уильямом Майнором, Шон Пен. Ему постоянно кажется, что его хотят убить, после гражданской войны он сбежал из США в Англию, но во время очередного приступа принял за своего преследователя обычного горожанина и застрелил его, оставив его жену и детей без кормильца. Майнора бросили в психушку, а поскольку человек он интеллигентный и его мучает совесть, он все свои сбережения и пенсию начинает отправлять вдове убитого. Она сначала сопротивляется, но, познакомившись с Майнором, понимает, что виновен не он, а его безумие. Пока не пришли Мстители, Гибсон с Бородой и Найтли в треугольнике. Что смотреть в кино в эти выходные? В это же время гениальный самоучка Джеймс Мюррей получает от рафинированного научного сообщества Аксфорда добру на создание первого в истории полного словаря английского языка. Задача на десятилетия нужно собрать все существующие слова, по возможности, вместе с литературными примерами, где они были использованы. А потом еще выследить этимологию каждого из них, чтобы определения были максимально полными. Чтобы справиться с этим делом, Мюррей привлекает к работе сотни добровольцев по всей стране Они вычитывают книги разных столетий, выписывают оттуда фразы, а затем присылают Мюррею на редактуру. Закованный в кандалы психопат Майнор тоже берется за дело, потому что тексты отвлекают его от страшных мыслей, и своим трудом он вносит значительный вклад в работу над словарем. Профессор и безумец знакомятся и становятся друзьями, оба пожилые, бородатые, умные, страстные и непонятые современниками. А работы впереди еще не початый край, и аксфордское начальство все сильнее проявляет недовольство. Для всех сюнефилов увидеть на экране такой дуэт – настоящий подарок. Мэл Гибсон очень редко снимается в последнее время, и, если быть честным, кроме полицейского триллера «Закатать в асфальт», у него в фильмографии уже почти лет десять не было ничего стоящего. А здесь он воплощает типаж, который ему всегда удавался особенно хорошо, мечтателя с одержимым блеском в глазах, готового бросить вызов всему миру для достижения призрачной цели. Таким мы видели его в Мэверике и Смертельном Оружии, Храбром Сердце и Гамлете. Кажется, будто он вернулся на тридцать лет назад, а морщины и борода – лишь великолепный грим, за которым скрывается совершенно молодой актер. Справедливости ради стоит сказать, что и у Шона Пенна за эти десять лет было мало заметных ролей. Однако терзаемый вечными кошмарами и чувством вины доктор Образ, который запоминается надолго. Майнер устроен так, чтобы губить свою жизнь, у него взгляд затравленного животного, но когда он начинает говорить, его речь литературна и образна, он великолепно рисует, у него мозг исследователя, и, если бы не недуг, его наверняка ожидало бы блестящее положение в преклонном возрасте. Режиссер Фарад Сафинио работал с Гибсоном в радикальном киноэксперименте «Апокалипсис», и примечательно, что между этими двумя лентами много общего. Например, в каждой из них особое внимание уделено языку. А основный конфликт, общество, даже его элита, отстает от времени и не желает признавать, что времена изменились. Зрителю и там и там остается до самого конца гадать, смогут ли герои-одиночки заставить их мир прогнуться под них. Правда, к сожалению, история дает неутешительную статистику по исходам такой борьбы.